Небольшая двухкомнатная квартира Юрия разделена на две зоны. В одной он живет, в другой развивает свое необычное в некотором роде ювелирное хобби. В свободное от работы время Юрий собирает модели техники разных времен, в основном периоды Великой Отечественной войны. Еще автор увлечен фантастическими образами. Время создания каждой работы варьируется в зависимости от сложности и самокритичности автора. Ну раз пятый просто красил, переделал. Сейчас пока нравится, поэтому вот пока я вот прям рад. А так бывало, что что-то если не нравится, возьму все, сотру, опять заново крашу, опять сотру, опять крашу. То есть, ну, пока вот прям не понравится. Работа требует колоссального терпения. Настолько миниатюрные отдельные детали конструкции. Но это нисколько не смущает Юрия. Наоборот, хобби приносит ему особое удовольствие. Проводить за сборкой элементов он может часы напролет. Многие говорят, что как хватает усидчивости, терпения. Ну, хватает, потому что интересно потом в целом весь процесс посмотреть, когда вот вроде так какая-то запчасть, такая непонятная. Когда покрашена, появится уже объем, красота. Когда все покрасится, вот это все, он будет уже, ну, уже часть смотрится, в принципе. Во многом в работе помогает художественное образование. Еще в школьные годы Юрий увлекался рисованием. И повзрослев, осознал, что хочет развиваться дальше. Для этого в свое время был куплен аэрограф и компрессор, а полки заполонили краски и кисти. Как только одна работа завершается, из большого шкафа достается следующая модель. Процесс бесконечный, но очень захватывающий. Родители сначала относились так, ну, то есть, зачем ты там много денег там тратишь, вот такое вот. Вот, а потом смирились и все. Хотелось, конечно, бы выйти прямо на такой уровень, чтобы работы признавались и, ну, может, покупались, продавались.